и сюда поближе хотя бы ты так змеи боишься что ли да ну просто вот станешь просто это здесь и пойдешь потом блин друзья он так боится змей как девчонка всегда мечтал друзья потрогать змею надеюсь она меня за палец не цапнет смотрите какой важный верблюд главное чтобы нас с вами не плюнул верблюдица упала а куда в речку где-то здесь а лебеди у вас где-то плавают друзья два черных 2 белых лебеди верблюда прям краном приезжал приезжал кран такие вот чудеса бывают друзья как она интересно точит зубы наверное смотрите как но я думаю мы попробуем сегодня кого-нибудь найти кто нам подскажет может что-то расскажет об этих животных что-то заповедник вообще расскажите хищные животные лучше руки не снизу не суйте туда не рискуйте своим здоровьем так ну-ка расскажи людям тебе рассказали друзья там за кадром человек уже расспросил обо всем давай ты у нас будешь рассказывать это волчица поговори погромче чтобы для своих громко говори это волчица это волчица волк друзья умер до отчего умер старый был старый вот тебе рассказал ну вот саша александр до который отказался снимать я волчица уже спит видит сны что принципе еще делать в этой клетке ну да сколько волка не корми он лес все равно просится но как ты читаешь друзья это нутрии вот антон спрашивает про нутрии вот они я думаю все знают что это закрылся такая водяная а ты сунь палец туда и проверишь и заодно подписчики она будет интересно смотреть давай давай проверь опасные нет хочешь друзья дикобраз это же дикобраза дикобраз значит я не ошибся не все так плохо как казалось говорят одно струсиное яйцо это как 50 куриных или 10 куриных опять же поправьте меня в комментариях мне почему-то кажется это как 50 куриных яиц вот обычный такой нет необычный все породистые а друзья здесь все породистые куры такой вот друзья петя петя петух прошу не путать с петухом где-то есть тоже решетка и это же неволя у него ли вернее ему живется но он мужчина мужик а петух просто по национальности своей друзья поэтому прошу не путать два этих разных совершенно разных выражения скажи я хоть неволе но я мужик я не петух только по паспорту да петух скажи антох 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 ты чудо вперед не нет а может да может туда все на крузе берется он на то есть клюнуть может клюнуть может чем шпоры больновато утка добивает забавала вон он кричит и что кричит нельзя кричать совсем страх потерял давай вот наша девочка она опять от нас с вами убежала этот ангел убежал ведь какие грустные ослики я 2 может назвать сами написать в комментариях какое вы придумали ему имя смотрите друзья какая это милаха многие даже последнее время пошла мода тенденция заводить как домашнее животное этого хищника зверя посмотрим поближе что это за такая друзья лисица такая же хитрая как сказки а в басне вернее крылова про ворону лису и сыр смотрите какое милое создание кости лежат чита какого-то животного видимо съеденного уже ведь углевая раса убежала вот наш друг пришел клетку видимо он сбежал из клетки эти друзья сбежал наш друг до один сумел вырваться но вторая решетка не дала сбиться его исполнится вернее его планам мечте все мы пойдем ладно такой блогер который с животными разговаривали это прямо угли доктор дулиттл вот доктор дулиттл это фильм такой он друзья такой фильм по моему там айдеи мэрфи или как его до игрока подписывайтесь на канал жека ставьте лайки пишите комментарии всем пока друзья вот такой вот я увидел дуб как в сказке у пушкина а на дубе том кот сидел на цепи помните да вот такой вот уже закат солнца но наверное не видно вот видите друзья уже солнце заходит перемахнул через траву и снимаю это какая какой силы да был удар это я думаю молния потом он загорелся изнутри там может быть даже друзья живут какие-то змеи поможет а может быть даже может но можно жить и не самому сделать там себе жилище если мне негде будет переночевать а я вот пойду в этот монастырь я обязательно залезу в этот дуб и блин там пусто кстати друзья залезть бы посмотрите там внутри друзья вот вот такая вот дыра в этом дубе и сюда поближе хотя бы ты так змеи боишься что ли да ну просто вот станешь просто это здесь и пойдешь потом блин друзья он так боится змеи как девчонка ну подойди сюда чё ты боишься-то отелку что ли она мертвую уже друзья короче я вот такую вот нашел это гадюка или не знаю что наверное это друзья гадюка посмотрите у нее даже она уже мертвая в руки убрать не буду видите ей раздавили хвост какая вот друзья змея блин месяц показался на змеи вот она такая друзья змея и выпустили я так понимаю кишки вот она такая друзья думаю она меня не цапнет приклеилась как посмотрите у нее кишки выпали через пузо красивая блин жалко конечно какая красавица пишите в комментариях что это за что это за вид змеи гадюка наверное а как думаешь чет за вид такой уж черный не ядовитый да друзья я не боюсь змея даже вот ее возьму она видите она еще даже теплая вернее не теплая холодная но мягкая имею ввиду такая вот красивая чешуя всегда мечтал друзья потрогать змею надеюсь она меня за палец не цапнет вот я ее потрогал я ее друзья потрогал даже заснял да я тебя даже заснял смотрите какая друзья змея какая шикарная змея друзья как бы тебя взять вот она друзья вот он глаз смотрите какой какой не вас такая друзья у нас так поближе королева такая вот королева друзья королева подземелья друзья посмотрите сколько голубей здесь зерно видимо да не на зерно прям накидываются и жадно так друзья голодухи но я думаю здесь их кормят и голубей тоже неплохо вот такой вот друзья верблюд смотрите какой важный верблюд главное чтобы у нас с вами не плюнул тогда будет очень весело смотрите какой все друзья он прям обиженный наверное сегодня его плохо покормили смотрите какой красавец привет друг друг привет друзья посмотрите какой важный но мне кажется почему-то он целится целится чтобы плюнуть если вы не знали верблюд любит верблюды вернее они любят плеваться надо быть крайне осторожным чтобы он не забрызгал скажем так меня то ладно вот объектив камеры это конечно будет не очень приятно друзья вы про я про верблюда а что за заповедник вообще расскажите о чем сказать но что заповедник мы просто интересный дод что за верблю постесняетесь камеры давайте не на камеру тогда что-то заповедник вообще нельзя куда я просто там просто здесь работает да этот мужик с 2009 года тут работает не может ничего про животных рассказать камеры стесняются а без камеры он друзья такой противный человек попался а вот он наш с вами друг верблюд или подруга кто это наверно он или она отвернулся за отвернулся и отдыхает смотрите ну вот два горба а у них вода запасаются водой чтобы в пустыне было от жажды не умереть друзья ты знаешь что-нибудь про горблюдах вообще в школе не учился антон подписчики подумают что ты это необразованный мальчик но биологии не было биологии не было 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 это не помнишь смотри смотри да вот друзья нет он видишь и не хочет подниматься иди сюда она вот так вот сена щупает травку друзья вот это вот милое создание которое нас встретила дружелюбно совсем без злости а наоборот выглядывала кто это там идет иди сюда видимо не слышит нас очень занятой едой смотрите как она кушает принимает пищу притом друзья полезную растительная пища она вообще полезная для желудка ну хищники конечно едят в основном только мясо но это у нас травоядное животное смотрите вот она идет к нам иди сюда и вот видите им фото морковку дает морковка кто-то ей дал морковку друзья она живет морковь а мы с вами видите какие нехорошие люди пришли без гостин смотрите зубы как она интересно точит зубы наверное смотрите как но я думаю мы попробуем сегодня кого-нибудь найти кто нам подскажет может что-то расскажет об этих животных я вам не обещаю я вам не обещаю а то окажутся обманщиком но попытаться стоит смотрите какая красота друзья ой как зевает сладко набил отравки в рот себе уже видимо старый видите о как зевает смотрите как сладко зевает друзья если он не зевает а так дышит пишите тоже в комментариях может быть я повадки животных не знаю смотрите как интересно да друг ты зеваешь или просто дышишь так или ты не выспался сегодня друзья 10 утра может он просто не выспался так ну ладно мы тебя оставляем такой вот красавец давайте оставим его пока в покое пусть он пожелаем ему приятного аппетита пусть он пусть он кушает трапку жует давай друг прощай наверное мы не будем говорить прощая скажем навстречу друг до встречи пойдем мы дальше смотреть других животных такая вот белая красотка смотрите какая красота красота белоснежная да правда вот уже шерсть у нее скатался ее вычесывать надо видимо этим не часто занимаются и вычесывают да не часто ты тоже нам говоришь да что не часто тебя вычесывают видите как уши на вострелах раз что-то услышала и это чем-то вкусным угощают да мы даже печенье не принесли и еще раз можно друзья еще приехать поснимать но уже с гостинцами или приезжайте вы и скажу угощайте да ну все мы пойдем ладно ладно пусть и у нас чмокнуть друзья 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 вот такая вот красотка или красавец кто это тоже на вас три ловуши какой здесь кузел сидит чем-то недовольный хотя наоборот он должен радоваться он не в клетке здесь правда ограждение есть но это ради его же безопасности у нас уже был с вами один ролик про козла Володю которого после съемок закрылись два бродячие собаки у нас тоже Володей будет надеюсь у него судьба будет более счастливая чем у того Володи и он не пойдет собакам на корм на растерзание а будет жить долго и счастливо в этом питомнике вот скажи не лезь ко мне и обиделся да только за что он обиделся на что вернее мы этого наверное не узнаем пока не научимся понимать их язык и вон детеныш смотрите друзья и он маленький маленький такой хорошенький пушистик вышел это его мама я так понимаю да не папа папа где то наверное или на свободе по холмам скачет или его просто уже нет такой вот маленький детеныш очень милый няшный такой посмотрите друзья какая это прелесть он устал ему надо отдохнуть он подкрепился наверное теперь отдыхает да все какая красота смотрите да друзья как красиво вот олененок даже скажем так хотя это лама ее шерсть очень ценится спитера носки вязаные головные уборы очень дорогие дорогая вернее дорогой материал редкий у нас в России по крайней мере но в последнее время все больше и больше я стал замечать что в продаже можно купить изделия из этой шерсти в интернете например в интернет магазинах друзья если быть точнее почему вот у нее такие грустные глаза красота этого наверное мы тоже не узнаем смотрите какая красота диво дивное чудо чудное пойдемте дальше давай пока прощай нет мы не будем говорить прощай мы скажем до встречи пойдем друзья дальше вот она нам говорит давайте до встречи да поговоришь с нами еще нет ну-ка скажи нам что-нибудь давай ну скажи нам до встречи что за блогер такой люди нибудь ходят скажут что это такой блогер который с животными разговаривали это прям аули доктор доктор доллитл вот доктор доллитл да это фильм такой да вот друзья такой фильм по моему там идеи мэрфи или как его да играли да там был профессор дать не ошибаюсь он животных вот я наверное тоже теперь блогер который понимает животных язык животных верни вот копыта грациозное животное очень смотрите какой детеныш хорошенький милый такой дитя да совсем дитя еще смотрите какой красавчик это вот страусы друзья такие вот страус м друзья видите как мило узел узел владимир и вот этот вот олененок baby или как там мультики есть baby да как называется или по другому не помнишь детский мультик гиснеевский вот они оба так лежат и отдыхают еще никак не могут отойти ото сна сейчас где-то 10 утра 11 час вот маленькая девочка бегает папа гуляет давайте мы не как с вами до страусов не можем не можем дойти какие такие вот друзья страусы эму очень интересные птица самая большая самая большая пернатая на планете считается ну и самые большие яйца несет самые большие яйца на планете земля говорят одно струсиное яйцо это как 50 куриных или 10 куриных опять же поправьте меня в комментариях мне почему-то кажется это как 50 куриных яиц но вы можете поправить меня в комментариях если я ошибаюсь друзья здесь даже два страуса посмотрите одного я не заметил он там в кустах сидел посмотрите какая красота целые две особи посмотрите как я люблю выражаться моими глазами побываю побывали мы с вами вместе в этом зоопарке надеюсь это так посмотрите как яростно пытается открыть ну как видите здесь замок висит и навряд ли побег удастся такой вот ослик даже два белочка ну белочек друзья мы с вами снимали уже люди и девочка которая кормила вместе с нами этих бельчат друзья вот такие вот ослики интересные посмотрите красавцы какие сегодня уже третий день съемки поэтому я даже не сожалею то что солнышка нет наоборот видите какая картинка получается незамыленное солнышком видите какие грустные ослики я а второго можете назвать сами и написать в комментариях какое вы придумали ему имя вот этого мы назовем нет лучше вот этого я а вот этого вы можете сами придумать ему название приехать и покормить друзья давайте мы пока тоже скажем до встречи этим милым осликам смотрите какой красавец может вам что-нибудь скажет на прощание ладно он не в духе наверное он у них такой вольер друзья видите не вольер а будка такая домик они там наверное прячутся от жары вон кормушка видите какая кормушка Володя опять прибежал помогать нам в съемках друзья вот такие вот два ослика надеюсь это он и она вот этот вот точно наш ослик и а а если кто-то читал сказку или смотрел мультик про Винни Пуха то обязательно помнят этого персонажа а это это друзья уже сами придумайте название как бы вы хотели обозвать а вернее дайте имя так будет лучше сказано более уважительно наверное к этим замечательным животным дайте имя какое бы вы хотели приезжайте также можете покормить погладить но только там где вот хищные животные лучше руки не суйте туда не рискуйте своим здоровьем какие друзья питомцы а вот и козел кстати к нам пришел смотрите какой красавец давайте его погладим у нас не цапнет если мы его погладим нет да совсем не злой смотрите друг 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 ты куда а можно тебя еще погладить смотрите какой красавец смотрите пойдемте посмотрим какие тут еще животные есть интересные хочется для вас побольше поснимать не забываем подписываться на канал также ставить лайки и рассказывать что есть такой канал Жека интересный или нет судить вам и здесь живет серый волк друзья серый при серый волк как волчица так ну-ка расскажи людям тебе рассказали друзья там за кадром человек уже расспросил обо всем давай ты у нас будешь рассказывать это волчица говори погромче это волчица волк друзья умер от чего умер старый был вот тебе сказал вот саша Александр да который отказался снимать друзья вот такая вот волчица красавица давайте посмотрим как она трапезничает видите ей дали мясо кость я так подозреваю это баранина или что-то в этом духе так вот она грезет кость даже на нас с вами не обращает внимание что странно хотя в принципе животное наверное уже привыкло к людям и видите видите вот что я хотел чтоб она подруга извини что я тебя перебил завтрак сейчас утро 10 утра приблизительно но я очень хочу тебя поснимать во весь рост для наших подписчиков и друзей подписчиков красавица да смотри какая она есть что то вот не нравится она или одинока в этой клетке она ходит вот круги нарезает кругами смотрите друзья ходит 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 смотрите здесь видите ограждение такая вот ограда специально сделано чтобы детишки пальцы не сували потому что это хищник и любит лакомиться мясом я думаю ему или ей без разницы какое то мясо мясо ослика барашка или человека пообедает или позавтракает и тем и другим поэтому давайте друзья не будем испытывать судьбу и пойдем дальше такая вот спальня давайте называть не будка как-то грубо будет по отношению к этому созданию милому а назовем спальня домик вот тут это волк вот кстати друзья видите да давайте попробую приблизить волк друзья волчица уже спит видит сны что в принципе еще делать в этой клетке так здесь у нас друзья здесь у нас чернобурая леса давайте ее посмотрим поближе что это за такая друзья лисица такая же хитрая как в сказке а в басне вернее крылова про ворону лису и сыр вот она убежала больше на песца похоже но это чернобурая лиса я думаю это какой то вид который занесен в красную книгу редкий я даже не знал что на свете в природе друзья есть такой вид животных такие вот лисы знаю есть рыжие обычные лисы но я не думал знаю есть африканские лисы пишем в комментариях что это за такие лисы интересные смотрите привет привет я думаю они такие агрессивные там молчится она более скажем так хищник но хотя я думаю что посмотрите какой белый хвост красивый кончик хвоста друзья белый прям смотрите какая красота туда мы друзья с вами тоже подойдем и я поснимаю для вас вот кстати у них домик тоже забыл вам показать друзья вот такой вот важной походкой прогуливается по вольеру по клетке вот белый хвост красивый вернее кончик хвоста иди сюда иди иди сюда иди к нам вот такая вот красавица чернобурая лиса друзья смотрите ладно друзья пойдем дальше пойдемте дальше посмотрим енота енот полоскун смотрите какая милаха видите да енот полоскун смотрите друзья какая это милаха многие даже в последнее время пошла мода тенденция заводить как домашнее животное этого хищника зверя потому что он всеядный как личинки червей каких нибудь так и в принципе наверное и червями не брезгуют самими личинками и растительностью яйцами птиц я думаю вам не сложно в интернете посмотреть рацион этого замечательного животного посмотрите какая прелесть друзья какой милаха ну гляди пополоскай вам у него видите какое корыца стоит с водой вот у него ветки здесь домик даже с лесенкой вот это милашка иди сюда иди сюда иди к нам иди сюда иди сюда иди сюда какая-то прелесть вот домик коряги у него здесь смотрите что-то он ищет что-то хочет найти и неужели он разработал тайный план побега друзья с этой клетки наверное у него есть тайный план как сбежать такая мордашка милая что няшная скажем так что просто даже что-то попросят сильно отказать мне кажется будет невозможно посмотрите это как кот из шрека если кто смотрел этот мультик шрек там был кот в сапогах у него такая же у этого енота Мося морда милая друзья енот залез к себе в гнездо там какая-то тряпка лежит и вот он или ему кто-то соорудил или он сам себе такое комфортное место да вот он кайфует отдыхает скажет да пошли вы все оставьте меня в покое я хочу отдохнуть от людей друзья пойдемте дальше смотреть что у нас есть так здесь у нас леса обычная таблицы таблички нету потому что и так в принципе всем понятно друзья такая вот леса или лисы это он смотрите какое милое создание кости лежат чьи-то какого-то животного видимо съеденного уже видите угливая раса убежала себе домик думаю лис все видели вон дикобраз 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 да друзья дикобраз вы смотрите друзья какой лежит красавец такой друзья дикобраз это же дикобраз дикобраз значит я не ошибся не все так плохо как казалось еще так запущено вернее бегает ищет выход зеленые лужайки попить решил ну пусть он пьет не будем ему мешать пойдем дальше такие вот у них нежности опасные ну как ты считаешь друзья это нутри вот антон спрашивает про нутри вот они я думаю все знают что это за крыса такая водяная а ты сунь пальцы туда и проверишь и заодно подписчики контент сделаем да будет интересней смотреть давай давай проверь опасные нет хочешь друзья антон не хочет испытывать судьбу замечательные животные вот они купаются пьют они очень чисто плотные не зря их мясо считается диетическим деликатесом кто то даже их на мясо разводит но я считаю то что как можно убивать таких милых животных даже в целях пропитания как то это негуманно да 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 видите какой чистоплотный чистоплотное вернее животное я конечно вас друзья не призываю быть веганами вегет вегетарианцами вот выговорил от мяса отказываться но такое бы я наверное есть не стал такую красоту убивать тем более вегетарианцами как они вот люди тоже гуляют любуются всей этой красотой такие вот друзья внутри видите как они целуются ой какие милые смотрите видимо у них время спаривания сейчас 30 августа последний день лета 2020 года или они так греются наверно греются прижавшись друг другу прислонившись это утка добивает вон он кричит и что кричит нельзя кричать совсем страх потерял давай его на суп что друзья смотрите давай-ка давай-ка ну-ка водные процедуры покажи нам как ты принимаешь смотрите не то что мы люди друзья друзья вот так вот намывается посмотрите за собой ухаживают вы также друзья по утрам с собой ухаживаете я думаю навряд ли вся семейка в сборе сейчас начнутся водные процедуры я думаю да видите говорят да надо попить умыться почистить лапки помыть глазки да вот 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 Друзья, какая милая маленькая девочка. Смотрите, какой ангел побежал. Друзья, вот наш друг пришел к клетку. Видимо, он сбежал из клетки. Видите, друзья? Сбежал наш друг, да? Да, один сумел вырваться, но вот вторая решетка не дала сбыться его, исполниться, вернее, его планом, мечте. Но он не теряет надежды, смотрите, да? Друзья, давайте назовем Володей в честь другого козла. У нас был ролик, друзья, с другим козлом цирковым. Мы тебя тоже назовем Володей. Надеюсь, у тебя судьба не такая будет печальная, как у того Владимира. Его, друзья, есть видеоролик на моем канале. Загрызли дикие собаки. Скажем так, бродячие псы. Думаем, что у тебя жизнь дольше будет и счастливее, да? Передай привет подписчикам. Давай. Все, друзья, он вам передает привет. Да? Борода. Друзья, вот такие же пуры. Пуры обычно... А? Породок не разбираются. Да? Не знаю. Как с породок. Да, они разные. Ну, говорят, разные. Породок не разбираются, но... Куры разные. Смотрите, сколько... А можно сейчас, секунду, я сниму просто. Давай. Так. Без решетки. Это обычные, да, куры? Нет, необычные. Что же породок такая? Тут все породистые. Все породистые? Друзья, здесь все породистые. Куры. И вот тоже интересные очень. Что не бойцовые? А? Бойцовые. Бойцовые? Друзья, вот это вот бойцовые. Смотрите, какие. Бойцовые куры. Так, а здесь у нас золотой фазан. Когда кормишь, могут клювать. В смысле? А, если кормить заходят... Самое страшное, это он фазан. Фазан? А, вон тот, среду есть. А у меня там сану, что... Вот, видишь, ящик. Когда закончишь, накрываешь. Иначе не такое, что сняк. Просто задолбает. Поклевать может, да? Он и когтями бьет, бьет. А даете вы им зерно с кукурузой, да? Да. Ага. Что? Раз-два дня. Раз-два дня? Друзья, вот раз-два дня насыпает. Можут не подлевать. Раз в неделю, друзья, уборка, говорят. Такие вот. И вот наша девочка, друзья. Она опять от нас с вами убежала. Этот ангел убежал. Ангел света, друзья, убежал от нас. Но мы не расстраиваемся. Мы снимаем дальше свой репортаж. Такие вот... Интересные. Как будто у них штаны такие. Они прям как в штанах, кажется. Как будто у них штаны. Это... Рэп-исполнители в таких больших штанах. Мешают. Это шпоры у них, да, Лешка? Да. Они тоже бойцовые? Нет. Нет. Больше на... На броверов похоже. Чем на бойцовых, друзья. Возмущаются, возмущаются. Возмущаются. Не только люди... Вот уже драка. Наверное, за самочку. Не только люди завтракать любят, но и пернатые наши тоже. Их... Им насыпались зерна, кукурузы. Вот они. Не в пир. Скажем так, сегодня. Смотрите, какие они смешные, друзья. Сейчас посмотрим. А нельзя буквально кадр... Кадр буквально... Просто... Друзья вот для вас. Шикарные, красивые. А вам нужно кормиться такими ветками? Да. Да, можно. Не, не надо. Спасибо. А то ветка. Спасибо. Друзья, мы посмотрели с вами. Вот, видите, дерется, дерется. Смотрите, какой... Опасный тип. Почему опасный? Это непрерывный тип. Это непрерывный тип. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно буквально кадр? Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну да сколько волка не корми он лес все равно просится а кусал кого-нибудь вообще это молчится говорят да это старая уже и может дату и цепить так смотри на такие а это случится такая сарки друзья так я снимал у знакомого у виктора друзья все видели у виктора сусарок извините меня за наглость а можно поснимать зайти поближе я просто такая птица а петух какая порода вообще не знаете смотрите красота такой у них домик друзья здесь они живут пойдемте на свободу прям то есть я верблюдеца упала а куда в речку где-то здесь а лебеди у вас где-то плавают друзья два черных и два белых лебедя верблюда прям краном приезжал приезжал кран такие вот чудеса бывают друзья вот такой вот петух смотрите какой окрас красивый окрас черно-зеленый посмотрите такую породу птицы впервые вижу смотрите какая красота как красиво друзья вот такое чудо пушистая чудо в перьях чудо в перьях такое вот друзья чудо в перьях раз и чудо в перьях было шуль антох 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 ты чудо в перьях нет а может да может туда на друзья смотрите он прям как в тапочках такой голубь интересный какие-то модные тапочки у него вот петух здесь совсем не модный самый обычный а вот голубь не отстает друзья от моды на спору любым дизайнером крутым одеждой этого мне армании и не и не versace друзья модельеры имейте ввиду себе на заметку если вы хотите не отставать от тенденции моды я всегда радовать своих клиентов чем-то новым вот такие вот вам тапочки как у того голубя белого вот посмотрите она вам на вооружение друзья такие же вот тапочки вот такой вот друзья петя петя петух прошу не путать с петухом где-то есть тоже решетка и тоже неволя у него ли вернее ему живется но он мужчина мужик а петух просто по национальности своей друзья поэтому прошу не путать два этих разных совершенно разных выражения скажи хоть в неволе но я мужик я не петух их по паспорту да петух скажи друзья вот такие вот лапы люди снимают тоже много людей такие вот лапы интересные вы тоже видео снимаете да нет я видео даже не снимаю фотографию через эту самую через серию сетку плохо получать у вас есть фокус на телефоне без понять вот прислоняете вот как я делаю вот так вот поближе ближе и фокусируйте да я так и делаю просто над поймать момент ну я так и делала я этого сазанат и я так и снял а этого толстого он близко к ним и столько часть и сам по себе он тоже толстый поэтому я не знаю я не разбираюсь ну вы так его охотно снимали ну просто интересно я ни разу не вообще красавец такой мужчина расцвете сил ладно петя от тебя покинуть идти дальше снимать вот друзья его подруга подруга этого петуха такая вот курица девушки вас бывает тоже наверно мужья частенько обзывают курицами все потому что они тоже в душе мужчины иногда устают терпеть ваши выходки поэтому давайте будем прежде всего не курами а девушки надо-то вот курица тоже по паспорту тоже мне воля почему-то их разделили на какая-то мужская женская колония получает как общежитие короче всех по комнатам поэтому твои предложения на счет а куда еще пойдем кого смотреть будем пойдем еще подруга мы тебя покидаем будь нибудь куры а будь девушки курой куры тоже вот такая вот тоже будка какие-то друзья какая здесь тоже будка домик такой кстати мы с вами пропустили это попугай или что-то я не могу понять до кого только не встретишь за решеткой друзья правильно говорят лучше не попадать неволю сюда видите там петух здесь попугай вот курица бегает кого только нету разных мастей сидят видите по разным статьям да по разным статьям антоха добавляет по разным статьям тут вообще крашеный ряженый крашеный видимо он здесь самый такой матерый уже смотрите какой фрукт явно не с наших степей какой-то экзотический он выше еще сидит тоже что-то похожее на сову но отнесала и не куропатка на что-то непонятно друзья живет здесь птица тоже в неволе кто знает пишите в комментариях как она называется я гадаю гадаю но пытаюсь вспомнить но не знаю и не могу определить что это за вид птицы такой поэтому пишем комментариях друзья если кто знает что это за птица очень интересная хвост похож на как у павлина на эти павлин смотрите как она гоняет воробья воробей полетел уже и вот тут наш павлин мавлин давайте поближе посмотрим такой друзья экземпляр интересный домик доме где он живет все как у людей друзья друзья подписывайтесь на канал жека ставьте лайки пишите комментарии всем пока друзья вот такой вот я увидел дуб как в сказке у пушкина а на дубе том кот сидел на цепи помните на вот такой вот уже закат солнце наверно не видно вот видите друзья уже солнце заходит друзья уже заходит солнце и вот такой вот я увидел дуба видите видите какой красавец дуб друзья друзья сказочный кстати желудина собирал сейчас вам покажу хочу посадить у себя деревне блин тут конфетка ведь у меня леденцы кстати вот и вот дуб семена дуба плоды вернее я посажу дуб я один посажу и думаю он у меня сколько лет 300 может и тысячу лет простоит меня уже не будет с вами может и моего youtube канал не будет друзья но но дуб будет дуб будет расти такой же такой же красавец дыра может туда посмотреть пройти надеюсь здесь друзья нету змей кстати видите наверно молния шиндарахнула я не знаю видно вам или нет давайте ради контента спущусь вниз что-то еще шевелится кстати друзья короче такая тут змеи могут быть друзья видите какая здесь дыра это тот дуб тот самый дуб друзья который я снимал для вас только что вот я перешел дорогу перешел верней перемахнул через траву и снимаю это какая какой силы да был удар это я думаю молния потом он загорелся изнутри там может быть даже друзья живут какие-то змеи поможет а может быть даже может но можно жить и не самому сделать там себе жилище если мне негде будет переночевать а я вот пойду в этот монастырь я обязательно залезу вот дуб и блин там пусто кстати друзья залезь бы посмотрите там внутри друзья вот такая вот дыра в этом дубе